Я приветствую вас на своем канале. Сегодня вас ожидают достаточно эксклюзивной и полезной информации из первых рук, которую вы не найдете в СМИ. Дело в том, что со мной связался человек, пострадавший в недавнем ДТП в Турции, которое произошло у нас здесь, неподалеку от города Манавгат, на курорте Сиде. Это Андрей Пьянков, житель Екатеринбурга, который на данный момент отдыхает на курорте Сиде. Он связался со мной через Инстаграм и отправил следующее сообщение. Добрый день, спасибо за ваш канал. Очень помогло при подготовке к путешествию. Я один из тех туристов, которые вчера попали в аварию на автобусе. Могу поделиться советами, что делать в таких ситуациях, как быть подготовленным. Я посчитала очень важным получить всю информацию о случившемся из первых рук. Во-первых, Андрей мне рассказал о том, как сработала страховка. Во-вторых, как повел себя туроператор. А покупали экскурсию туристы у туроператора Пегас Туристик. Но что самое важное, Андрей, основываясь на своем печальном опыте, подготовил целый список советов и рекомендаций о том, как себя вести в подобной ситуации и как вообще подготовиться к подобному. Конечно же, наверное, большинство из нас, когда отправляются на отдых в заграничную страну, самое последнее, о чем мы думаем, это о том, что с нами что-то там может случиться. Но не зря же говорят, если предупрежден, то вооружен. Поэтому я думаю, что та информация, которую мы получили от Андрея, будет очень и очень ценной. Андрей специально для нас записал голосовые сообщения. Давайте в первую очередь послушаем, что он говорит по поводу того, насколько пострадали пассажиры перевернувшегося автобуса. По поводу аварии у нас было 7 человек. Пострадала-то сильно только одна женщина. У остальных, по-моему, шибы и царапины. Ну, там у кого чуть больше, у кого чуть меньше. Вот одной просто зажала руку. Вот она как раз сидела в правом ряду. И как-то получилось так, что когда она, видимо, падала, то где-то в какое-то пространство получилось между автобусом и землей. Вот ее было очень жалко. То есть, даже помочь ей ничем не могли. Нужно было поднимать автобус. Хотя спасатели, надо сказать, турецкие молодцы. Буквально через 10 минут прибыли. Но спасали ее долго. Ну, гид вроде сказал, что все у нее хорошо, тут жива. Но травма, наверное, у нее там большая осталась. Ну, а теперь давайте посмотрим, как же сработала страховка и какие советы по поводу страховки дает нам Андрей. Совет первый. Посмотрите, что предлагает вам туроператор, какую страховку при подборе тура. Эта страховка, как правило, самая минимальная. Я тоже думал, что это будет что-то не со мной, когда-то не так. Но то, что предлагает покрытие этой страховки, она всегда минимальна. Лучше заплатить в 2 раза больше, чем потом в 10 раз больше платить уже здесь заказывание медицинских услуг. Поэтому поинтересуйтесь, посмотрите. И вас это, честно говоря, уже снет. Какой вывод мы можем с вами сделать из первой рекомендации? Когда вы покупаете тур у туроператора, обязательно уточните у него, какая у вас страховка и какую сумму покрытия она включает. Как уверяет Андрей, если эта сумма будет минимальной, вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда вам придется дополнительно переплачивать за медицинские услуги за границей. Давайте посмотрим, что же дальше нам рекомендует пострадавший в ДТП. Совет 2. Обязательно имейте распечатанную страховку и страховку на телефоне. Запомните название вашей страховой организации. Маркером где-то отметьте сразу номер и телефон горячей линии. Желательно местный. Это всегда очень пригодится, если вы попадаете в какую-то экстренную ситуацию. С данного совета мы делаем вывод, что если вы отправляетесь куда-то в путь, на экскурсию, обязательно имейте при себе распечатанный вариант страховки, либо же электронный, чтобы у вас всегда был под рукой номер. Особенно важно иметь местный номер, чтобы в случае какой-то экстренной ситуации сразу же можно было связаться с компанией. Совет 3. Часто нас пугает, что если вы берете экскурсию у уличного агентства, то страховка это не покроет. Но в договоре я такого не увидел. Можно и на долмуше поехать в торговый центр Акики и попасть в аварию. Думаю, что в этом случае страховка все равно покрывает. Но если вы берете все-таки у уличного агентства, то пусть всегда у вас будет на телефоне или в бумажном виде ваш билет, где будет написано название этого агентства, его данный, телефон, где оно находится, также цена и куда вы поехали. В любом случае это будет каким-то доказательством, что вы не просто так путешествовали на автобусе. Ну и как показывает практика, от аварии никто не застрахован, ни уличное агентство, ни туроператор. Здесь Андрей полностью прав, я и раньше об этом говорила. Очень часто вы можете услышать от ваших отельных гидов о том, что если вы будете приобретать экскурсию у каких-то местных агентств, то ваша страховка в случае экстренной ситуации не сработает. На самом деле это полное вранье. Ваша страховка начинает действовать, как только вы пересекаете границу Турции. Здесь правильно подмечено, неважно куда вы едете, аварии случаются везде и не только на экскурсиях. И конечно же в любом экстренном случае при аварии ваша страховка должна обязательно сработать. Поэтому неважно у кого вы покупаете экскурсию. И не нужно верить россказням некоторых недобросовестных гидов. Ну а к следующей рекомендации я особенно вас прошу прислушаться, потому что очень многие пренебрегают своей безопасностью. Следующий совет уже касается самого автобуса. Никогда не пренебрегайте мерами безопасности. Обязательно пристегивайте с ремнем. Особенно если вы в такие далекие автоэкскурсии, как допустим Памуккале или Каппадоке, которые занимают несколько часов, тем более вас забирают из отелей рано. Вы спите. Вот когда я попадал в аварию, то есть я все это видел своими глазами. Я не спал. Успел где-то что-то сгруппироваться, где-то держаться. А если вы спите, то тем более этот совет очень важный. Обязательно нужно пристегиваться ремнем. Если автобус опрокидывается, я вот сидел на левой стороне, то ремень, конечно, тут помог бы мало, но вот те, которые были на правой и оказались сверху, им ремень очень помог от всякого падения. Действительно, пристегивать ремень безопасности нужно абсолютно всегда. Этим летом я очень часто ездила на различные экскурсии, и ближние, и дальние, с туристами, и никто не пристегивался, хотя везде эти ремни безопасности есть. Я лично пристегивалась, особенно после того, как сообщала вам новости о том, что происходит ДТП. Действительно, это очень важно, особенно если вы спите. Если, например, вы не спите, вы еще можете как-то среагировать, как говорит Андрей, где-то зацепиться, за что-то ухватиться, то когда вы спите, ну это сделать просто невозможно. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте этим правилом, и старайтесь всегда пристегиваться, когда вы ездите в любом транспорте. В следующем блоке информации Андрей нам рассказывает о том, как себя повел туроператор, у которого покупалась экскурсия. Напомню, что покупали туристы экскурсию у туроператора Пегас. Следующий совет по поводу туроператора, который организовывал этот тур. Не ждите тоже, что они прямо бросятся к вам с извинениями. Ну, спрашивали, как дела и все, но пришлось, как бы даже настойчиво, вы требуете у них в качестве моральной компенсации просто бесплатную экскурсию. Дали они под расписку, что никаких претензий к компании Пегас Туристик ни сейчас, ни в будущем я иметь не буду. И на этом всю свою вину они посчитали заглаженной. И еще по поводу того, как повел себя туроператор после случившегося. Мне также Андрей скинул скриншот переписки в WhatsApp с другой пострадавшей туристкой. И вот, что пишут туристы. Андрею пишет другая пострадавшая туристка. Андрей, добрый день, это Катя из ДТП. Подскажите, вы что у Пегаса в качестве компенсации будете требовать? В общем, нам отказали в оплате проживания на сегодня и завтра. Дали индивидуальный трансфер в аэропорт, вернули деньги за экскурсию и оплатили выбор мест в самолете. Андрей на это отвечает. Добрый день, Катя. Мне дали бесплатно одну экскурсию и под расписку, что претензий не имею и не буду иметь. Я согласился, но и травма у меня самая легкая. На что ему собеседник отвечает, что с них также взяли расписку о том, что они не имеют никаких претензий. Вот так вот повел себя в данной ситуации туроператор Пегас. Следующий совет. Нам в госпитале ни за что не пришлось платить. То есть все услуги сделаны бесплатно, связались со страховой компанией. Поэтому уточните, пожалуйста, нужно что-то вам платить или не нужно. Вам все это оператор подробно и хорошо расскажет. И есть такое заблуждение, что выплачивать будут какую-то компенсацию. На следующий день мне в страховая компания оператор позвонили, поинтересовались, как дела, но у меня были просто царапины от осколков. И никакой компенсации ничего не подразумевает. Если вам медпомощь была оказана, деньги с вас никакие не взяли, то ждать, собственно говоря, больше ничего и не следует. Еще один очень интересный момент. Когда нам оказывались помощь, в госпитале с нас взяли тест на алкогольное опьянение. Я вот не нашел в страховом договоре, влияет это как-то или нет на выплату компенсации. Но совет такой, что лучше в экскурсию все-таки, на экскурсию и во время экскурсии оставаться трезво. А вот здесь я могу сделать уточнение. В свое время я тщательно изучала вопрос по страховкам, и большинство из них не будет вам оказывать страховую помощь, если на момент аварии вы находились в состоянии алкогольного опьянения. Этот пункт как-то нужно отдельно оговаривать со своей страховой и оплачивать его отдельно. Еще одна достаточно полезная рекомендация по поводу автобуса. Давайте послушаем. Совет про автобус, так же как в самолете, посмотрите, где у вас находятся ближайшие аварийные выходы, и как они приводятся в действие. Где надо молотком разбить, где надо ручку повернуть. Потому что когда мы перевернулись, все выходы были заблокированы. Мы вышли через лобовое стекло, спасибо Гиду, он его выбил, причем с большим трудом. Вначале ногой был, потом появился где-то молоток. Если вы будете знать, где что как расположено, это вам в принципе в такой ситуации тоже поможет. Вот такие вот основные советы дал нам пострадавший в недавнем ДТП в Турции. Я очень надеюсь, что вам информация была полезна. И в конце разговора со мной Андрей дает достаточно оптимистичное сообщение о том, что несмотря на все произошедшее, не нужно бояться куда-то ездить, путешествовать. Ну вот, Катя, собственно, все советы, если они окажутся кому-то полезными, если вы их озвучите, я думаю, это будет интересно. И подбадривающие ноты, что, конечно, путешествовать надо. Несмотря ни на что, я поеду завтра, у меня и рафтинг, и катание на джипах. То есть я все равно оптимистично настроен, верю во все хорошее. Главное, иметь голову на плечах и учиться на чужих ошибках. Спасибо. Большое спасибо Андрею за все эти советы и рекомендации. Ну а вы, в свою очередь, обязательно пишите в комментариях, что думаете по поводу всего произошедшего. На сегодня все. С вами, как обычно, была Катя. И мы увидимся в следующем ролике.